Житель Мишкинского района с особой жестокостью убил двух человек. Мужчина распивал спиртное дома у ранее знакомых односельчан в селе Кирово. В ходе конфликта мужчина нанес множество ранений хозяину дома. Затем он совершил поджог дома. Тела потерпевших через несколько дней обнаружил местный житель. Желая скрыть следы, мужчина удалил из телефона потерпевшего сведения о разговорах между ними. Однако по ошибке сделал селфи верхней части лица. Это и сыграло решающую роль в последующей идентификации его личности. Назначено наказанием в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Житель Катайска оскорбил полицейских и нанес им несколько ударов ногой. Ранее мужчина избил металлической трубой двух своих знакомых, при этом угрожая одному из них убийством. Вину в совершении деяний мужчина полностью признал. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В Макушино мужчина нанес ножевые ранения своему оппоненту. При задержании злоумышленник оказал неповиновение полиции. Мужчине уже предъявлено обвинение. Избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Житель Кургана, находясь в алкогольном опьянении, зарезал соседа. После совершения убийства мужчина помыл нож и скрылся. Злоумышленник был обнаружен и задержан сотрудниками полиции в квартире родственников в соседнем доме. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. В Кургане в микрорайоне Шевелевка оборудовали место ожидания автобусов. На улице Криволапова заработал остановочный комплекс с торговым объектом. Павильон и магазин выполнены в едином стиле. К объекту подведена вода, электричество и канализация. Для пассажиров предусмотрены комфортные места ожидания. Поддерживать порядок на остановке будет арендатор торгового помещения. Он уже заключил договоры на уборку территории и вывоз мусора. Как только станет тепло, предприниматель выполнит благоустройство прилегающей территории. Власти за Уралия ждут приемлемой цены, чтобы выкупить школу в селе Китова. Здание под 1100 учеников построено на частные деньги. По независимой оценке была определена сумма в 734 миллиона рублей. По мнению инвестора, здание стоит почти миллиард рублей. Пока власти и застройщик пытаются выстроить диалог, здание простаивает. Дети продолжают учиться в несколько смен в старой школе. Ко дню космонавтики в Кургане пройдут познавательные мероприятия. В этом году первому полету человека в космос исполняется 60 лет. Юрий Гагарин отправился в космическое пространство 12 апреля 1961 года. В Маяковке 7 апреля курганцы смогут пройти интерактивную программу «Звездам навстречу». В Центральном доме культуры «Современник» 8 и 9 апреля состоятся кинопоказы фильма «Время первых». В Дом культуры имени Горького покажет программу «Путешествие по Млечному пути». Полная афиша мероприятий опубликована на сайте городской администрации. В Курганской области за 2020 год снизилась заболеваемость туберкулезом на 20%. Показатель уменьшился до 50 человек на 100 тысяч населения. Однако зауральцы по-прежнему в полтора раза чаще болеют туберкулезом, чем в среднем жители страны. Показатель детской заболеваемости почти на треть ниже среднероссийского. В 2020 году в Курганской области зарегистрировано 420 случаев впервые выявленного активного туберкулеза. Около половины зауральцев заболели бациллярными формами. В Кургане на недавно отремонтированной набережной отвалилась плитка. Все недочеты с наступлением плюсовых температур по гарантии исправит подрядчик. Ранее горожане сообщали о заржавевших стрелках часов на новом арт-объекте при входе в Центральный парк культуры и отдыха. Они также заметили большую трещину в не так давно обновленном асфальте. Исполнителю работ уже сообщили о дефектах. Он должен отремонтировать входную группу и асфальтовое покрытие в ближайшие дни. Врачи узких специальностей вновь осматривают пациентов в Центральных районных больницах В регионе возобновились выезды поезда здоровья. В состав бригад входят кардиолог, эндокринолог, невролог и гинеколог. Вместе с ними выезжают главные внештатные специалисты областного департамента здравоохранения. Они оказывают организационно-методическую помощь медикам. Для консультации нужно взять направление у терапевта по месту жительства. По программе поезда здоровья осмотрели уже более 200 человек. 50 пациентов получили направление на обследование в областные больницы. 70 направлены на амбулаторное лечение. 20 в стационары. В конце марта поезд здоровья посетит Половенскую Центральную районную больницу. В Курганской области летом начнут строить три новые школы. Образовательные учреждения возведут на средства областного бюджета. В деревне Боровлянка Притобольного района, в рабочем поселке Красный Октябрь Каргопольского района и селе Боровское Белозерского района. С 1 апреля экзамены на права будут принимать по новым правилам. Этапы автодром и город объединили в один. Маршрут тестирования заранее не будет известен, что по мнению сотрудников ГИБДД сделает заучивание конкретных улиц бессмысленным. Все навыки курсант школы должен показать в условиях города. Этап автодрома ставят в экзамене для мототехники и квадроциклов. Еще одно новшество – инспектор ГИБДД сядет на место инструктора рядом с экзаменуемым. Перемены призваны сделать экзамен более объективным. Российские рубли поменяют дизайн. Банк России планирует замену старых банкнот на новые. На купюрах представят все федеральные округа России. Россиянам могут вернуть 20% от стоимости поездки по стране, но не более 20 тысяч рублей. Возврат начисляется только за поездки, оплаченные картой МИР. В Зауралии в программе участвуют 4 санатория. Это озеро Медвежье, сосновая роща, лесники и жемчужина Зауралии.